Открытый салон, помятые двери, разбитые стекла, фары. В свое время гордость отечественного автопрома ВАЗ-2105 в крайне неприглядном виде. Несколько лет он простоял во дворе на Прибалтийской 31-1. Такая машина в жилом секторе как минимум нарушает санитарные нормы. В течение двух месяцев данное транспортное средство было у нас под наблюдением, пока дождались запроса с ГИБДД. Данное транспортное средство полностью разукомплектовано, так что по правилам благоустройства города Коголыма данное транспортное средство не может находиться на территории города Коголыма. В Коголыме существует алгоритм, как бороться с автохламом. Владельцы могут быть привлечены по 102 окружному закону по пункту 1 статьи 29 за частично разукомплектованное транспортное средство. Их рано или поздно привлекают к ответственности и наказывают рублем. В нашем случае хозяин не обнаружен. В администрацию обратились горожане с просьбой разобраться и убрать. Специалисты администрации организовали транспортировку на спецстоянку. В дальнейшем, если владелец не заберет ее для восстановления, либо не обратится за оказанием ему посильной помощи, чтобы сдать ее на металлолом, да, и она в установленном законном порядке сдается на металлолом. Если в целом говорить о судьбе автохлама в Коголыме, то он медленно, но верно исчезает с дворов города. На сегодняшний момент, текущий период, у нас эвакуировано порядка 40 машин, в том числе и гражданами. То есть у нас есть сознательные граждане, которые, когда транспортное средство не подлежит, то есть они сами его эвакуируют. И у нас, получается, порядка 7 машин еще находятся под наблюдением. Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают еще и дополнительную опасность. Детские травмы, возгорание спорчи стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах. И работы хватает. Конечно, работы очень много. Тем более в преддверии зимнего периода, когда спецтехника будет заходить во дворы и осуществлять очистку дворовых территорий, так называемый автохлам будет очень сильно мешать. А пока еженедельный мониторинг автохлама. В районе гаражей сгоревший автобус, который неизвестный потихоньку режет на металлолом. А на Прибалтийскую 31-1 специалисты вернутся еще не раз. Там еще два кандидата на эвакуацию. Сергей Ефимцев, Михаил Суханов. Наши города.